Ну и от международной политики давайте к тому, что происходит у нас в стране вернемся. Что на этой, что на следующей неделе Конституционный суд, один из главных ньюзмейкеров. Несколько дней назад, вы слышали, наверное, в новостях, он принял решение, что Конституцию можно менять на любой очередной сессии. Это, по сути, открывает путь к тому, чтобы депутаты проголосовали за децентрализацию и за статус Донбасса. А послезавтра судьи снова соберутся и на этот раз рассмотрят закон о люстрации. Один из самых скандальных документов, о котором спорят. Спорят уже второй год. Причем эти споры не только в Украине, к ним давно уже подключилась и Европа. Вот даже Венецианская комиссия в июне прошлого года этот закон очень подробно обсуждала. Столько замечаний к нему сделала, что даже обычно сдержанные европейские юристы на этот раз не выдержали. Вот прямо сказали, это плохой закон. Выслушивать все пришлось министру юстиции Павлу Петренко. Оправдание Минюста было, откровенно говоря, смешным. Мол, мы ваши замечания не учли, потому что перевести с английского не успели. Эти трудности перевода, похоже, продолжились, потому что все это время министр кормил европейцев завтраками, обещая вот-вот прислать новый вариант документа. Замечания были настолько жесткими, что игнорировать их просто вызывающе. Но когда мы сейчас спросили у президента Венецианской комиссии, ну так что же в итоге им ответили из Киева, то получили удивительный ответ. Что бы вы думали? Нам сказали, ждем до сих пор. Никто ничего не прислал. Главные месседжи Венецианской комиссии в эксклюзивном интервью. Джани Букикио. Венецианская комиссия изучила закон иллюстрации в Украине и утверждает, что процедура иллюстрации возможна, несмотря на ее политический характер. Но при условии, что она соответствует Конституции и европейским стандартам в сфере верховенства права и соблюдения прав человека. Мы также решили предложить важные поправки к закону относительно, например, факта, что вина должна быть доказана, а не предполагаться только на основе принадлежности к определенной категории государственных служащих. Все гарантии справедливого правосудия должны соблюдаться. Также иллюстрация судей должна проводиться на основе другого закона о восстановлении доверия к юстиции, а не закона иллюстрации. Мы предложили эти поправки. Министр юстиции согласился прислать новый вариант закона с поправками венецианской комиссии, но до сегодняшнего момента мы не получили ничего. Надеемся, что министр пришлет поправки, как он обещал, несколько месяцев назад. Я уже неоднократно говорил, закон в нынешнем виде должен быть изменен, потому что он не полностью соответствует европейским стандартам и принципу верховенства права. Сам по себе он не очень хороший закон, поэтому мы рекомендуем документ изменить. Снова повторю, что по нашему мнению закон в таком виде, в каком он сейчас, не отвечает принципам верховенства права и демократии, а также европейским стандартам в этой сфере. Документ надо изменить. Применение закона к людям, конечно, может рассматриваться судами и в конце концов судом по правам человека в Страсбурге. Граждане Украины ждут реформ. Они вышли на Майдан какое-то время назад, чтобы произошли изменения, но пока что их нет. Это важно, важно для позиции Украины в международном сообществе. Оно перестанет поддерживать Украину, если необходимые реформы не будут проведены быстро. И это также вызывает разочарование Венецианской комиссии, потому что мы долгое время работали ради Украины, ради демократии в этой стране и приняли во внимание очень много мнений, особенно в сфере юстиции. А сейчас рискуем не увидеть хороших результатов. Это важно, это имеет ключевое значение. Я хочу призвать все политические силы в Украине быть ответственными и выполнять свою работу сейчас, особенно в Верховной Раде. Субтитры создавал DimaTorzok